Спи, пожалуйста, Дер, Альфа, я тебя, я тебя прошу. Я тебя колыбельную спою, стой! А? Уснул он, бляхомуха, он на кофеине, я понял. Всем привет, друзья, меня зовут Владимир и с вами Вредный Енот. Мы начинаем новую выживалку, мы начинаем новый сезон, мы начинаем новый мод. Мод называется Arkoms Alive. Если я не ошибаюсь, то этот мод был разработан, либо разработан, либо просто... Он был... Или не так. Этот мод либо был разработан одним из создателей, либо на базе мода Afterlife. То есть, насколько я понимаю, тут у нас должны быть различные эволюции. Нифига-то, а ты что такой большой-то? Вот, должны быть различные эволюции и так далее. То есть, что у нас было в Afterlife. Afterlife, напоминаю, у нас мод был примерно в феврале месяце. Мы его проходили, все делали. Вот. И я тут наткнулся вот примерно на такой же мод. Только он, я так понял, тут что-то заработанного. Плюс появились какие-то бессмертные и появилась какая-то арена. Опа-опа-опа. Это я уже по хвосту вижу. Раптор, ребятки, мы туда не пойдем. Давайте посмотрим вообще, что это за мой такой. В чем тут фишка. Что интересного тут есть. А мы вообще где на карте-то? Что-то я не понял. Хорошее место. А что тут бегаю? Вот. Попытаемся разобраться. Я думаю, мы спокойненько в этом разберемся. Возможно, тут есть эволюция, если я не ошибаюсь. Взял, в случае, ну, наверное, должны быть. Правда, я, честно говоря, не нашел гайды по ним. Но у меня сохранился гайд от Afterlife'а еще. Что такое? Это дидлик. Вот. Поэтому я думаю, если они тут есть, то это еще один мотиводидлик. То мы спокойненько разберемся и будем эволюционировать. Тем более, что сезон по Afterlife'у у нас закончился относительно скомканно. Потому что я улетал в командировку очень-очень-очень-очень быстро, очень там экстренно и так далее. Поэтому он у нас немножко такой получился скомканно. Тем не менее, мы его завершили, но не так, как хотелось бы. Вот. Поэтому я, в принципе, рад, что есть такой мод, который напоминает очень сильно Afterlife. Тем более, что Afterlife, он, в принципе, был своего рода уникальным модом. Потому что, насколько я знаю, это, наверное, единственный мод, в котором есть эволюция. То есть, можно взять одного Дина, начиная с Угря, и дальше эволюционировать. И дальше кто, соответственно, получится. Поэтому вот я реально очень надеюсь, что как бы тут что-то такое есть. Так, это Дунхлестей у нас, летающий призрак, если не ошибаюсь. Так, ну тут я пока ничего не возьму. Так, ну что ж, я предлагаю, давайте мы тогда, наверное, начнем где-нибудь строить хатку. Построим хатку и посмотрим, кого мы можем притомить. Я вот уже пара зауралов увидел, 220-го, которого можно кормить с руки и таким образом притомить. А я думаю, мы, наверное, начнем примерно с него. Ну, хатку, я думаю, мы построим довольно шустненько. Это мы дело умеем. Блин, страйк, ты что меня напугал? Кстати, а трайков я могу, нет? С руки кормить. Так, это Дудо. Ну, Дудо понятно. Так, страйк. Ну-ка. Трицератоп, смогу. А может быть, мы начнем и с страйка. Потому что страйк гораздо прикольнее, гораздо веселее и гораздо лучше. Значит, по рейтам, то же самое, что было на Аберейшн, то же самое, что было на Гандване. Поэтому я их даже сильно не стал менять. Единственное, посмотрим, тут маленько другие левелы. Тут вплоть до 600-го левела, если я ошибаюсь. Соответственно, возможно, я их там подправлю. Посмотрим. Если подправлю, я скажу. Если нет, то не скажу. Ну что ж, давайте построим хотя бы первую хатку, я думаю. А там посмотрим. А впрочем, я так подумал. А на какой черт нам сейчас строит дом? Когда мы спокойненько можем взять и притомить трайка. Вот он, бегает, тритератопсик. А я посмотрел, в целом, нормально. Нормальные рейты по 2,5% дается на 340-м левеле. Это, я считаю, вообще нормально. Повышать я их не буду. Будем томить именно таким образом. Иначе уж совсем дисбаланс получается. Вот она, наша красавица. Приручилась. Все, хорош. А теперь вопрос следующего. Я же не могу на него сделать. На каком левеле так вот? Напомните мне, скажите, пожалуйста, на 16-м левеле только седло сделаем. Ну ладно. У нас есть защитник, самое главное. Значит, немножко посмотрел по энграмам. Значит, Battle of Demonic Energy. Это у нас было. Это было в Afterlife. Это было, если не ошибаюсь, в Eternal. Не знаю, кстати, почему. Почитал в описании к моду и так далее. Его почему-то все с Eternal связывают. Но что-то как-то сомнительно. Потому что на Eternal он, мне кажется, ну, немножечко что-то есть. Но это не вот. Совершенно. Так, вот ДНК репликаторы. Я так понимаю, это вот именно, чтобы томить альфа, создавать ДНК и так далее. То есть что-то какая-то немножко тут другая все-таки механика. Я думаю, мы с ней разберемся. Почему нет? Так, пошли за мной. Пойдем. Пойдем искать наше место в жизни. Короче, прям райский уголочек, если я тут хряпнул. Небольшой такой островок. Так, ну-ка ставься. Тут, в принципе, есть сраки. Тут недалеко синий обелиск. И тут ни одного дела фазавра никого нету. Короче, меня это вообще категорически устраивает. Если не считать того, что у меня нет седла. И, в принципе, летающих Дина. Ну, как бы, ладно. Так. В смысле, давай ставим. Короче, мы сейчас быстренько вот кусть я катку замутим. А вам слабо построить коттедж своими руками? Вот если не слабо, то покажите мне, какие у вас коттеджи. Интересно. А наш трайк сможет завалить вот этих трайков? Давай, давай, с разгона на ему! Нихрясе! Ой, ёп. Кажется, нашему хана сейчас будет. Мне кажется, я сейчас очень сильно погорячился. Не-не, нормально, нормально. Пока тот багуется, тот застрял. Наших два барана бодаются. Что это? За что это похоже? Да не-не, нормально, нормально. Смотрите. А, неправильно. Они же типа этот. Как вот там? Лидер, не лидер. Точно, точно. Поэтому такой дамаг был. Давай. Делай вставки, господа. Я оставлю нашего трайка, потому что иначе нам всем хана и нашему домику в том числе. Да я тут самый опасный енот. Вообще, я хруже. Не потому что у меня есть стрелы. Хреново туча я вот наделал. А потому что я единственный такой. Кстати говоря, было бы неплохо еще лук создать. Так-ка. Дерево. Дерево это мы можем. Дерево это у нас есть. Так, значит, что касается стрел. Помимо того, что тут есть простые стрелы, тракфилизирующие, они нам сильно неинтересны. Тут есть ас-сострелы, то есть арк комс элайв сокращенно. Они делаются из простых стрел плюс наркобери. В принципе, немножечко есть у нас. Нифига себе. Еще бы знать, сколько они дают торпора, но торпор мы пока не узнаем, потому что у нас нету амникуляра. Амникуляр, если не ошибаюсь, открывается, что уровни на 20-м что ли. Давайте глянем. В 25-м даже. То есть пока что мы не узнаем, сколько они дают. Ну. Матриарх лук. Хорош. А это какой-то блатной лук или я что-то недопонял? Ну ладно. Ладно, у нас есть что-то. Давайте попробуем, может, какой-нибудь даже притамин. Птерчика. Давайте птерчика. Сейчас болосы доделаем и пойдем на пир охотиться. Где-то эта скотина. Вон, летает. Нашел. Так. 220. А, его так можно было? Нет. Мы так и не привыкли. Мы привыкли. Хлопыть, хлопешник. Прошу прощения. Сколько тетрапоров прилетело? Нормально. 220 левел. Вполне себе упал хорошо двух стрел. Все хорошо. Меня это вполне устраивает. Значит, стрелы довольно-таки неплохие. Кстати, ребят, я напоминаю, что я это записываю заранее. Я опять накажусь в командировке. Рад бы писать каждый день. Но, к сожалению, сам Витик, что меня мотает то и туда, то и сюда, то в отпуск, то в командировку, то еще куда-то. Зато приеду, я вам там влоги приготовил. Ну, как приготовил? Они отсняты, еще не монтировал. Но, тем не менее. Будут влоги. По другой стороне, там штуки 4-5, да точно. Будем продолжать этот мод. И, вроде как, у меня не предвидится, тут, надеюсь, в ближайшее время командировок. Будем запускать попутно еще 2-3 игрушки допом. То есть, каждый день все это будет выходить. Я надеюсь, все будет хорошо. Так. А сейчас, ребятки, вам просто нужно еще буквально 2 недельки, буквально, потерпеть. Слушай, а я тебя могу покормить, а? А, компе, нос нахрен. Я ваши приколы знаю. Идите лесом. Не-не-не, я с вами вообще общаться не буду. Я вас не знаю, звать вас никак. Нам нужно с какой-то шкуру спустить. Мне, однако, на седло не хватает для трайка. Предлагаю, тут где-то дудоки бегали. Давайте мы ее, наверное, завали. Правда, тут дудока такая, которая сама может нас заварить. Но, эм... А, 80. Лови. На-на. На еще. В смысле? А что это мы такие бронированные, а? Слэйр. А, что промазал? Так, отдай. Да, на тебе так. Отдай, сволочку, пьян. Молодец. Хорош. Хороший дудоха. Копье дай. Так, в принципе, я думаю, нам... Да, отлично. Нам теперь должно хватить на все. А на трайке уже будет попроще, когда мы им будем управлять. Это у нас трайк какой-то пацифист. Дудошик бить не хочет. Своих бить стесняется. Поэтому сейчас будем мы полностью им сами управлять. Попутно у нас терчик довольно долго, долго, долго будет вставать. Ну, да и хрень бы с ним. Он нам сильно сейчас не нужен, но все равно на него седло нет, ничего нету. Поэтому я даже не переживаю. Зато у нас есть седло на трайке. Да. Вот теперь оно точно есть. Давайте мы на нем попутешествуем, кого-нибудь повалим. Посмотрим вообще, какого кто тут левела. Попутно нам нужно поискать кристаллички сразу на амникуляр. Он нам пригодится в дальнейшем. Чтобы потом просто не бегать, уже не париться и не заморачиваться. В общем, нам нужен офигенно крутой блатной хищник. По одной простой причине. Потому что, когда я делаю вот так, это, конечно, круто, это прикольно. Только что-то его нифига завалить не могу. Вот. Но мне надоело слазить каждый раз с седла, чтобы снять с него шкуру и мяско. Трайки очень гуманные патифисты. Они могут только игроку морду набить. А про других зверюк они что-то как-то это, не горят желание, слышу. Сколько КП-то, а? Вот, нормально, краснеет. Вот. А про других этих, они вообще никак. Они их жалеют и даже не хотят их шкуру снимать. Вот. Максимум так отпнуть и дальше, типа, я не переделал. 580, нифига себе, москоп. Ты откуда-то откуда-то жрался-то, а? Слышь? Охренеть, блин. Осталось только лестозавра, блин. 600-ого найти. Кторый у нас отжирен, блин. Интересно, а что будет, если мы сейчас нападем на призрака Дунклестея, который наполовину призрака, потому что зарица у него застряла в камне. Давайте попробуем. Ай, нет, зараза, улетел. А ты чё? Слышь? Призрак коммунизма, ты чё такой трусливый-то? Алё, гараж, ты чё, блин? Я тут... Ого-го-го-го-го. И это... Ого-го-го-го-го-го-го. Нет. Оно передумало идти сюда. Я хотел было сказать, что это ого-го идёт к нам. Нет. Всё нормально. Всё нормально. Мы... Ээээ... Мы не струсили. Нет. Мы просто тактическое отступление применили. Мы просто сюда нахрен валим колбаской. Другими словами. Ну, предположим, типа хищники. Только... Эээ... Вы дурочки, да? Странные очень хищники. Ну, ладно. Ну, наверное, они тоже охренели, когда пришло травоядное. На котором, в принципе, хищники охотятся. Дала хорошенько так к рогам и лещам в бочину. Эээ... И никуда не убегает. Ну, я бы, наверное, тоже бы охренел с такой подачей. Но, тем не менее. Опа! Красавчик прилетел! А, чёрт, слезь, с рога убери! Так, быстро ловим. Это альфач, альфач, альфач! А, во-первых, если мы его усупимся, его, по-моему, ДНК должны падать. Насколько я знаю. А, во-вторых, я... Ох ты, ёшкинки. Ну, давайте попробуем, попробуем, попробуем. А, во-вторых, он очень-очень классный. Только у него тарпора, наверное, и по-на-мать сколько, я не знаю. Давайте попробуем, посмотрим. Нету ещё у меня амникуляра, чтобы это посмотреть всё дело. Я кристальчики не нашёл. Хотя амникуляра я, наверное, уже могу делать. Ну, давайте попробуем, попробуем. Надо ловить. Пятихаточку надо. Альфач, давай, спи, пожалуйста. Днер, альфа, я тебя, я тебя прошу. Я тебя колыбельную спою, стой! А? Уснул он для комуха. Он на кофеине, я понял. Это как я, примерно в 4 утра. На старт! Внимание! Побежали! Да? Слышишь? Побежали. Нормально! Уи-и-и-и! Надо, короче, успеть спрыгнуть, главное. А то мы сейчас ещё и треки образдерём. Не, нормально. Слишком высоко там было. Я, ну, мы померли, поэтому я не стал выделываться. Но, согласитесь, перекрылся. Надо так разбежаться, спрыгнуть со скалы. Побежали. Несчастер. Словно это я и не заметил. Ладно, это фигня, это не страшно. Так, ну всё-таки. Кристаллов нет, нифига нет. Кошмар. Ужас. И левела на птеранозавра тоже нет. Чтоб на которого можно было... Птеранозавра, наверное, и на которого можно полетать. Ну, ладно. Сейчас мы всё равно хищника где-нибудь да найдём. Никуда он не денется. Всё равно они где-то тут шарятся, сволочи все. Я надеюсь. Вот, пожалуйста, аргент. Но аргент мне не нужен. Совершенно бесполезно. Слышь. Совершенно бесполезно создание. Ты что до меня докопалась-то, а? А может... Нет, не стоило. Не стоило, потому что на него седла всё равно мы не сделали. Так. Слышь. Попугай. Парабай. Давай. Катись от этой колбаски. Ребятки. Кажется, я кое-кого спалил. Вон он. Это спирит раптор. Вопрос в другом. Сколько у него тарпоры. Вот реально я не знаю, сколько у него тарпора. Поэтому мы, наверное, сделаем таким образом. Мы сделаем вот так. Сейчас мы быстренько наберём. Стрел ещё сделаем. Потому что 30 стрел. Ну хотя... А чё? Нет, хватит, хватит. Потому что на время действия болоса нам 30 стрел хватит. А больше это будет не вариант. Нам будет валить. А где же он? А где он? Так, додока бежит оттуда. Нет, додока вообще больная на голову. О, нормально, нормально. Держи! Какой левел? 380. На, лобешник. В принципе, рапторы тоже довольно шустрико падали. Но я вот не знаю, что насчёт спиритов. По идее, это, блин, те же самые обычные рапторы. Ну, я надеюсь, только очень-очень большого левела. Слушай, рапторы, я тебя прошу. Я тебя умоляю. Более того, я тебя даже отбегу, пожалуй. На. Нет, упору было лучше. Вот сколько у тебя скотина ты прозрачная? Он меня сейчас ест, да? Не, он убегает. Нормально, нормально. Значит, арпор идёт хорошо. Так, надо его ловить. Так, болос, болос мне. Болос мне в руки. Он передумал. А, нет, нормально. Надо было стрел делать. Надо было делать стрел. Блин, короче, какой-то неправильный раптор. Слышишь, раптор, я тебя прошу. Давай ты уснёшь, а? Ты очень нелепо смотришься, когда у тебя в воздухе торчит куча-куча стрел. Блин, всё-таки надо было стрел делать. Ладно, сейчас сделаем. Попробуем ещё догонять. Но мы будем делать это около... Ага! Бежим! Беги, маленькие, нигитосики! Я что-то в последнее время стал очень-очень часто, часто стал это использовать. А, фразу... А, садись! Ага, ага, всё. Испугался, да, скотина? Иди сюда, я сейчас догоню. Там и джерри, мать его. Иди сюда, иди, вот, иди сюда. На! А, чёрт, промазал. Так, короче, давайте стрел наделаем. Не, короче, ему дофига надо. Ну да, стрел мы наделаем, но нам нужен намникуляр. Блин. Ты до нас? Ого-го-го-го! Слышь! Ни хера себе! Так, надо его это... Вот так делать. Нифига себе, он лупит-то. Ты давай, тормозди, слушай, друг. Я, конечно, понимаю, что я тебе не друг, приятель. Ну и ты мне не коришь, друг. Давай как-то отсюда. Нормально, помирай, нет? А, херня, вопрос. В смысле, это. Надо делать вот так. Я его поймал? Ни херня я его не поймал. Короче, давай мы разошлись с миром, всё. Пободались и хватит. Ты своей дорогой, я тоже сваливаю. Мне кажется, он меня устушил. Прямо какие-то микрофон. Да, короче, я не знаю, сколько у него КП, но это вообще палевная штука очень. Иди сюда. Это вот, блин, ты не раптор. Ты что-то прыгаешь вообще, больная что ли, на голову. Ладно, давайте мы возьмём, короче, наверху. Я точно знаю, там были кристальчики. Возможно, даже тут мы найдём, но, по-моему, тут не было. Надо подняться наверх, взять кристалл, взять амникуляр и не выделаться. Иначе это всё бред. Мы не знаем, что, где у них, сколько. И сколько мы вообще наносим торпора. Это вообще паршиво очень. Мы не знаем, от кого бегать, а от кого не бегать. Смотрите-ка, летающие манты. Мы таких, кстати, да, мы такого ловили. Только это был афач. Кто, не помнит. Было дело, было. Давно, но было. Ладно, собираем стрелы. Интересно, чисто поржать. А сколько торпора, может быть, у того самого Рексика? Он, короче, с горы спустился прямо оттуда. Опа, а кто там ещё наверху? Ох ты, ничего себе. Это альфа-бронта, походу. Так, а что не так? Где мои... Ё-моё, ягодки. Так, давайте, короче, наделаем вот так. Так, заменим лук. Сразу. И сделаем, наверное, ещё... Не сделаем. Ладно, убедили. Так, где он там ходит? Бляха-муха. Так, с одной стороны, конечно, так прикольно было бы. Но, с другой стороны, что-то палево. Да? Хрен на него. Пойдёмте, завалим. Так. Потому что у меня ни брони нету, ни хп. И есть у меня такие подозрения, что он очень будет больно лупить. Потому что он, скорее всего, явно не какой-нибудь там первого левела. Но, тем не менее, давайте попробуем. Пока он там отлёгся на стегу. Давайте попытаемся. Шанс-то есть у нас? На крайняк у нас что? Есть... Трайк. Который, я надеюсь, нас спасёт. Ну-ка. Давай-давай, вырубайся. Да его вообще ничего не берёт. Чёрт. Как плохо без омникуляра, ребят. Как отвратительно без него. Просто вы не представляете. Понятия вообще не имею, что там происходит у него. А то сейчас, блин, как слону дробинка эта по нему, наверное, проходит. А я даже понятия не имею. Ну, давайте пока пуляем, пока он отвлекается. Собака такая. Да, не, вроде нормально. А, убегает. Хорош. Ты куда щеманул-то, слышишь? Ты вниз-то нахрена щеманул. А, чёрт. Что не так? Почему у меня такая чувствительность мизерная? Ну, подумаешь, промазал. Иди отсюда, блин. Из-за тебя, между прочим, щеманул-то он. Давай-ка лесом. Да подожди, давай. Что не так? Бей его. У меня там Рекс, зараза, убегает. Вон он. А, кстати говоря, хорошее место. Вроде бы как. Он тут, наверное, не поднимется. Да ну он, убегает от нас. Так. Чёрт, а там Раптор Спирит. Ай, блин. Рекс, ты чё такое Рекс-то, а? Это чё на такой ударе? Вот он какой-то. Так, ладно. А где он? Бежим, бежим. Где-то он. Вон он. Да ты куда щеманул-то, ёшкин ты кот? Ты чё как-то не родной? Валяка. На траке это будет долго. Да нет, нормально. Он вроде как к нам идёт. Что-то типа. Давай, родной, давай. Я там даже какой-нибудь Альфа-Ча сейчас завалю. Ну, хотя тут какой-нибудь Альфа-Ча-то их и нету. Они тут есть, но у них тут ХП, по-на-мать, сколько. Стой. Рекс. Ты мне нужен. Наверное. Нет, на самом деле так-то мне нужен. О, хорош. На мяско можно пустить. Так, ты же не ко мне? Блин, я сейчас реально тут очень боюсь Раптора. Где-то он тут бегал просто. Да ты, ёшкин, ты кот. Блин, ребят, чё за фигня? Конечно. Замечательно. А, нет, нормально, нормально, нормально. Волокна только нужны. Сейчас всё сделаем. Ну да. Чего я следовало ожидать? В общем, ребятки, давайте мы на этом, наверное, тогда закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И не забывайте то, что я в командировке. Это записывается заранее. Поэтому серия будет одна за другой. На комментарии я постараюсь отвечать. Но отвечать я буду не в видео, а просто снизу, соответственно, под вашим комментариям. Ну что ж, на этом всё. Всем удачи. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok